Для установки дверей нам потребуется инструмент. Специалисты компании Front Door доставят дверь и коробку тщательно упакованную. Оценка качества и претензий к внешнему виду дверей Commodore последний раз принимается продавцом перед установкой, пока дверь не установлена и в нее не врезаны замок и петли. Приступаем к монтажу двери. Аккуратно распаковать дверь, убедиться в целостности дверного полотна, углов, стекла, если оно есть, и осмотреть дверную коробку. После того, как мы убедились в целостности полотна и коробки, устанавливаем дверь на подставку и начинаем размечать место крепления петель. По 200 мм сверху и снизу. Прикладываем петлю и аккуратно обводим. С помощью стамески и молотка выдалбливаем дерево на толщину петли. Обрабатываем открытый участок поверхности лаком, промазывая все углы и кромки во избежание попадания влаги. Примеряем петлю и только после этого начинаем засверливать отверстие под шурупы. Отверткой или шуруповертом закручиваем шурупы. Место под замок обычно делается на высоте 900 мм от нижнего края дверного полотна. Размечается замок на глубину и ширину. Не рекомендуется врезать большой замок. Отверстие под замок не должно превышать по глубине одну треть ширины стоевого бруска двери. В противном случае неизбежна деформация дверного полотна, что не будет попадать под гарантии, данные продавцом. С помощью фрезы, выставленной под размер выемки, фрезеруется отверстие под замок с плоской внешней частью. Обязательно каждый раз при работе с дверным полотном отверстие обрабатывается лаком против проникновения влаги. После высыхания лака можно приступать к монтажу замка. Дверное полотно готово к монтажу. Следующий этап. Установка дверной коробки. По высоте отмеряются вертикальные стойки коробки. Горизонтальная перекладина поставляется в размер дверного полотна. Отмеренные вертикальные стойки при помощи стусла отпиливаются под нужный размер. Для лучшего крепления коробки напильником обрабатывают заусенцы на трущихся поверхностях. При сборке коробки используются шурупы, которые вкручиваются в угловое соединение коробки для надежной фиксации. Устанавливая замок, нужно очень внимательно размечать место под ручку, запорную арматуру и так далее. Замок прикладывается к дверному полотну и как по трафарету отмечаются места сверления отверстий. Когда отверстия просверлены, мы устанавливаем замок, закручивая его шурупами. Теперь, когда замок установлен, мы начинаем разметку коробки под петли. Вертикальная стойка укладывается на дверное полотно таким образом, чтобы зазор между дверным полотном и горизонтальной перекладиной коробки был 2-3 мм. Место крепления петель отмечаем по месту крепления петель на дверном полотне и выбираем место крепления петель на коробке. Помните, что входные или тяжелые двери крепятся на трех петлях, а межкомнатные на двух. Проверяем вертикальность стен и примеряем коробку. Готовим клинышки, желательно, конечно, из того же материала, что и дверь, для равноценной плотности древесины. Клиньями закрепляем коробку и уровнем выставляем горизонт и вертикаль. Под каждой петлей между предварительно отмеченными местами будущих шурупов вкручивается большой шуруп с дюбелем в стену снизу и сверху. Противоположная вертикальная стойка коробки также фиксируется к стене дюбелями. При этом оставшиеся после монтажа отверстия закрываются декоративными пробками и колпачками. После установки коробки закрепляем ответную часть петли и навешиваем дверное полотно. Дверь и коробка установлены на свое место. Обязательное запенивание щелей монтажной пеной придаст жесткость и прочность нашей конструкции. Последний этап – установка наличников. Наличники отпиливаются строго под 45 градусов и прибиваются к коробке маленькими гвоздиками. ответная часть замка делается на установленной двери в последовательности – разметка, выемка материала, лакирование и установка.